Первый шаг, чтобы изменить свой имидж, это обновить фотографию профиля. Инстаграм, Фейсбук, Линкет Ин, Тиндер. Скорее всего, вы используете старую фотографию. Поэтому давайте прокачаем ее. Давайте выставим отличную фотографию с вами. Господа, запоминайте три вещи. Это персонаж, это освещение и это угол. Итак, персонаж. Это вы. Вам нужна одежда, которая вас украшает. За вами должен быть фон, который не будет отвлекать. И вам нужна фотография, на которой вы желательно крупным планом. Говоря о свете, то вам лучше всего выбрать вечернее или утреннее освещение. Если же вы фотографируетесь днем, тогда лучше стоять в тени. Ну, а если вы фотографируетесь в помещении, тогда убедитесь, что свет устремлен на вас, а не находится позади вас. И не забываем про угол съемки. Если вы не хотите, чтобы фотографии не были плоскими, тогда покрутите камерой, чтобы добавить объема. А камера повыше скроет второй подбородок. Далее подпишитесь на несколько мужских журналов, которые вам нравятся. Не хотите тратить деньги на журналы? Тогда можете подписаться на несколько магазинов мужской одежды, которые дарят бесплатные каталоги. Суть в том, что вам нужно создать такую систему, которая бы каждый месяц напоминала вам о том, что вы хотите выглядеть лучше, когда вы пролистываете журнал. И даже если вы из него подчерпнули всего одну вещь, которая вам понравилась, тогда вы вырываете эту страницу и вешаете ее на стену. Таким образом, если вы ищете что-то из этих вещей, то вы получаете источник вдохновения. Говоря о подписках, друзья, вы подписаны на РМРС. Если нет, тогда подпишитесь, а если вы уже подписаны, тогда жмите колокольчик, чтобы вы были в курсе, когда выходит новое видео. Следующий способ, как прокачать свой стиль в 2020 году – купите себе часы. Но не просто часы. Можете взять себе такие часы, о которых не каждый мог слышать. Мне нравятся микробренды, о которых мало кто знает, только пару человек на форуме их обсуждают. И люди говорят, что это хорошие часы, хорошего качества. Поэтому найдите такие вот часы и поддержите их. Следующий способ, как преобразиться в 2020 году – это взять себе сумку, которая бы сворачивала головы. Эта сумка сделана из кожи буйвола. Она просто невероятная. Она сделана по типу старой дорожной сумки. Ее брали с собой в путешествия на поездах в далеких 1800-х годах. Мне очень нравится ее стиль и дизайн. Каждый раз, когда я отправлялся в путешествие, мне говорили комплименты. Если вам такое нравится, тогда вы понимаете, что, когда вы покупаете такие вот вещи, которые будут служить вам много лет и привлекать к себе внимание, то это хорошее вложение денег. Особенно, если вы хотите прокачать свой стиль. Менее заметный способ, чтобы изменить свой имидж – это стать человеком-коробочкой. Что я имею в виду – это то, что вам надо завести коробки для ваших вещей. Потому что, если вам нужно найти крема для обуви, то угадайте. Они находятся в вашей коробке для ухода за обувью. Когда вы хотите найти часы, то они находятся в коробке для вашей коллекции часов. И, господа, вам не надо тратить много денег на все это. Вы можете выбрать простые коробки, куда вы можете положить ваше украшение, очки и другое. Или просто корзинку, куда вы можете кинуть свой бумажник и ключи, чтобы вы могли легко найти свои вещи, когда одеваетесь утром. Далее я хочу, чтобы вы купили три карманных платка. Итак, вы можете взять белые или другие виды. Но вот в чем прикол – вы будете хранить их в кармане вашего пиджака. И когда вам понадобится надеть этот пиджак, то в нем уже есть платок. Если вам не понравится, вы всегда можете его достать. Но чаще всего вы даже и не заметите, пока кто-то не скажет вам комплимент. Следующий совет, чтобы пересмотреть свой стиль – следите за размером. Господа, если одежда вам не по размеру, тогда вам надо от нее избавиться. То есть не носите ту одежду, которая вам не по размеру. Если она слишком большая, тогда либо отнесите ее мастеру, либо подарите кому-то. А мой следующий совет – это любить или бросать. Если вам не нравится то, что у вас есть, тогда лучше выбросить это. У вас должен быть такой гардероб, чтобы каждый раз, когда вы надеваете эту рубашку или этот пиджак, каждый раз, когда вы берете ваш платок, чтобы вы чувствовали себя восхитительно. Конечно, я понимаю, что многие из вас придерживаются более кэжуал стиля, но ничего. Тогда возьмите себе эту кожаную куртку, потратьте чуть больше денег. И тогда будете чувствовать себя на миллион. Следующий совет, как изменить свой имидж – это купить что-то вне вашей зоны комфорта. Возможно, стоит купить себе пару ботинок. Да, эти, конечно, выглядят как для рок-звезды. Это тот стиль, который вы даже бы и не попробовали. Люди удивятся, что вы решили купить себе замшу. Но в этом и прикол. Удивляйте людей, не будьте предсказуемыми. Я всегда любил Эрика Клэптона, и мне всегда нравился классический рок. И вот эти ботинки, я всегда любил такой стиль. Я себя чувствую рок-звездой, когда их надеваю, а вдобавок они делают меня слегка повыше. А что насчет ковбойских сапог или традиционных накидок типа пончо и балеро? Ну, ребята, я считаю, если вы начнете такое вводить в свой гардероб, это будет круто. Это, как я уже говорил напрямую, связано с уверенностью и пониманием своей культуры и что допустимо в вашей зоне обитания. Если вы живете в Техасе или в Мексике, тогда вы понимаете, что это ваше наследие. Узнайте правила, как носить ту же габеру и добавляйте ее в свой гардероб. Говоря об оттенках и туфлях, следующий совет о том, как улучшить свой образ – это научиться наводить блеск на обуви. Есть чистые туфли, а есть блестящие туфли. Когда вы умеете наводить блеск, ребята, вы сможете увидеть себя в отражении носков. Я оставлю ссылку на видео, где я рассказываю, как добиться такого эффекта. Следующий способ прокачать свой стиль – найдите такие духи, которые являются абсолютной противоположностью вашим повседневным духам. Скажем, да, вам нравится свежий аромат с нотами растений. И тут вы находите для себя что-то, о боже, это настолько другое, но при этом просто восхитительно. Отлично подходят для холодной зимы. Другая опция, друзья, это попробовать что-то из того, что уже хорошо себя зарекомендовало годами. Духи, которые уже существуют сто лет, или духи, которые на рынке уже сорок лет. Которые уже классика и относительно недорогие. Следующий совет – не ждите, а пробуйте новые бренды. Это не значит, что они подделка, но да, они могут вдохновляться популярными ароматами. Может, у вас не хватает на покупку большого объема, но вы знаете, что это, вы пробовали, и вдруг вы находите очень похожий аромат на одну десятую от цены оригинала. И он ничем не хуже, потому что вы знаете, как себя ведет оригинальный аромат. Ребята, вы будете удивлены тем, что можно найти на полках, когда вы идете и ищете похожие ароматы. Следующий совет, чтобы изменить образ – измените своему парикмахеру. Да, вы ходили к этому мастеры уже много лет, но вы слышали, что где-то в городе есть один крутой барбер, который очень хорош в своем деле и вытворяет чудеса. Да, может, вы потеряете чуть больше денег, но зато вы можете открыть для себя что-то новое. Потому что этот мастер может сделать такое с вашей головой, что вы даже не можете себе представить. Суть в том, друзья, чтобы пробовать что-то новое. Изменить свою прическу – это самое простое, что можно сделать, чтобы изменить свой стиль. Хорошо, если пойти к стилисту, это что-то слишком для вас. Тогда попробуйте, выходя из душа, самим изменить свой стиль. Гляньте в зеркало, если обычно вы делаете пробор в эту сторону, попробуйте сделать пробор в другую сторону. Вы можете обнаружить, что ваши волосы выглядят теперь по-другому, но очень похожи с тем, что у вас было. Не все даже это заметят, но вы будете знать и сможете проанализировать, если вам нравится такой образ. Ну или попробуйте добавить расческу, если вы пользуетесь той же самой расческой каждый раз. Эта расческа может добавить вам объем, или вот этой можно прибить волосы к голове. Суть в том, что вы можете очень легко менять ваши инструменты, чтобы просто самостоятельно дома попробовать разные образы. И давайте не будем забывать про укладку. Если вы будете использовать фен, то вы сможете добавить объема вашей прически. И самое классное в этом то, что если вам не понравится, то вы можете просто намочить волосы в душе и вернуться к своему привычному стилю. Давайте обсудим продукты для ухода за волосами. Если вы не пользуетесь ими, то это очень быстрый способ изменить свой стиль. Скажем, у вас тонкие волосы. Есть такие продукты, которые могут добавить вам объема. Или вам нужно что-то, чтобы просто укладывать волосы. Например, какой-то крем, который держал бы волосы на своем месте, но не фиксировал их прямо жестко. Или же наоборот, вы хотите, чтобы ваши волосы держались очень жестко, тогда вам может пригодиться гель. А может вам больше хочется, чтобы волосы не блестели и при этом держались вместе, тогда вам пригодится макирующая глина. У нее чуть больше блеска и она крепко фиксирует волосы. Следующий совет, и это систематический подход, это прокачать свою униформу. Это ваша одежда по умолчанию, та одежда, в которой вам удобно. Взгляните на нее. Хорошо, я носил эту черную футболку. Но могу ли я прокачать ее на новый уровень? Может попробовать добавить воротник, скажем, надеть поло, а может и рубашку. Темно-синюю рубашку, это моя одежда по умолчанию. Взгляните на свои джинсы. Я постоянно ношу эти джинсы. Да, они мне нравятся, но я их так часто надеваю, что они уже начали выцветать. Можете попробовать взять себе четыре пары и надевать их по очереди, чтобы они не так быстро изнашивались. И ваша обувь, вы постоянно носите эти биговые кроссовки. Может поменять их на ботинки, которые я показывал ранее. Суть в том, что вы сейчас разрабатываете себе униформу. Такую униформу, которую вы можете носить снова и снова. И она не привлекает к себе слишком много внимания. Следующий совет, чтобы прокачать свой стиль, звучит так. Ходите на такие мероприятия, которые заставляют вас повышать уровень вашего стиля. Если вы ходите в одну и ту же церковь уже пять лет, как насчет того, чтобы начать волонтерить в ней в роли человека, встречающего гостей? Знаете, к чему это приведет? К тому, что вы будете стараться выглядеть лучше. Вы начнете надевать костюм, ну или можете начать с чего-то попроще. Друзья, если видео было полезным, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok